Чао! Ты смотришь итальянские селены. Это тридцать четвертый урок, визионный номеру тренда-кваттру. Сегодня поговорим о конструкциях, при помощи которых можно сказать, что нам надо, что нам требуется. Выразить свои какие-то желания и предпочтения, так скажем. Таких конструкций, конечно, очень много, и слов таких очень много. Сегодня мы возьмем конкретные вещи на основе глагола безуняры. Безуняры нуждаться. Ну, во-первых, итальянцы часто используют третье лицо, единственное число, форму третьего лица единственного числа этого глагола, безоння. И после такой формы можно употребить инфинитик любого глагола. Это будет обозначать надо или нужно что-то сделать. Например, безуня манчары калькоза. Надо что-то съесть. Обратите внимание, что никакого предлога после безуня мы не используем, он не нужен. Можно использовать такой более длинный вариант. В начальной форме это будет выглядеть как авербизонью ди. Аверы глагол, да? Иметь необходимость что-то сделать. То есть я при себя могу сказать. Обизонью ди манчары. У меня есть необходимость поесть. Я имею необходимость поесть. Что-то у меня, да, видеоотвора. Так вот, обратите внимание, обизонью ди. Нам после этой конструкции уже потребуется нам предлог ди перед неопределенной формой следующего глагола, инфинитива. Глагола, который непосредственно и будет указывать, что же надо сделать. То есть обизонью ди, если переводить дословно, я имею необходимость что-то сделать. Ну или ай, бизонья ди, ты имеешь необходимость, а в яму бизонью ди. То есть глагол авера будет вставать в нужную форму. И существует еще один вариант. Бизонья ке. Бизонья ке. То есть опять же бизонья. Формула глагола бизоньяра. Третье, это единственное число. Но дальше стоит ке. Вот здесь надо быть очень внимательным, потому что после этого ке непременно должно идти конджунтиво. Таинственное итальянское, прекрасное итальянское конджунтиво. Но это то, чего нет в русском языке. Это сослагательное наклонение. Есть условное наклонение, есть сослагательное. Собственно, в русском языке это все присутствует, но нет отдельных специальных форм для этого. Мы используем в прошлое время. А в итальянском языке есть отдельно сослагательное наклонение и условное. Вот сослагательное, это конджунтиво. И после конджунтиво, после бизонья ке требуется конджунтиво. Поскольку ты пока еще с конджунтивом не дружишь, не умеешь употреблять формы, не знаешь просто их. Поэтому нужно остерегаться вот этого. Бизонья ке, не надо так пока говорить. То есть либо бизонья, инфинитив, либо о бизонью ди. Сейчас мы посмотрим это все на тексте, на примерах. Я надеюсь, что к концу урока у тебя уже будут навыки обращения с этими прекрасными конструкциями. Итак, работаем с текстом. Сначала просто послушай его. Синьора, bisogни отимбрарь ный билетто. Скуси? Удетто, bisogни отимбрарь ный билетто. Скуси, как что это означает отимбрарь? Снимать конвалидарь. Джо, нет? В машин этой баре. «Даверо?» «Ой, безонню di convalidare il bietto?» «Ма c'è la data di oggi» «Си, c'è la data di oggi sul bietto, ma bisogna convalidarlo» «Сcusi, come faccio adesso?» «Адesso ha bisogno di pagare la multa» «Ми dispiace» Вот такой текст. Если с первого раза совсем ничего не понятно, прослушай его несколько раз, чтобы хотя бы понять общий смысл и услышать конструкции, которые мы сегодня изучаем. Итак, вот у нас перед глазами текст. В нем жирным шрифтом выделены «Бизонья» и «Авербизонью di». Две конструкции, которые мы сегодня изучаем. Это разговор контролера и пассажирки в поезде. В общем, достаточно стандартная ситуация. Многие туристы не знают, что в Италии недостаточно приобрести билет, в автомате. Нужно его еще обязательно прокомпостировать в аппарате, который находится прямо на платформе, на путях. Иначе билет этот считается недействительным, и за это могут оштрафовать. Ну, если, конечно, будет очень настойчив контролер. Ну, это бывает, да. Это бывает. Это их обязанность. Итак, синьора, безонья тембрара и билетто. Синьора, надо прокомпостировать билет. Скуси, извините, не понимает наша туристка, наверное, да. Удетто визонья тембрара и билетто. Я сказал, надо прокомпостировать билет. Скуси, а кикоза синифика тембрары? Извините, но что обозначает тембрары? Синифика конвалидары, отвечает контролер. Тембрары обозначают прокомпостировать. Ну, на самом деле, этот вот глагол мы чаще встречаем в учебниках, нежели в жизни, потому что на билетах как раз используется слово конвалидары, то есть дело действительным билет, так скажем, да. Такое вот значение этого глагола. И когда вы покупаете в автоматах билет, вам там женским приятным голосом вас предупреждают о том, что прежде чем садиться в поезд, вы должны как раз вот это вот с билетом и сделать конвалидары. Дове? Спрашивает наша пассажирка. Где? Нелли макинетте суебинари. В аппаратах? В машинках? На платформах, на путях. Доверо? О безонню диконвалидары и билетто? Действительно, на самом деле, я имею необходимость сделать действительно, подтвердить билет. Мачела дата диоджи, но есть дата сегодня, сегодняшняя дата, да, вот это вот диоджи. Мачела дата диоджи, но есть сегодняшняя дата. Си, чела дата диоджи, суль билетто? Ма бизонья конвалидарло? Отвечает контролер. Да, есть сегодняшняя дата на билете, но надо, необходимо бизонья конвалидарло. Конвалидарло конвалидаре и присоединилась местоимение ло, его. То есть сделать его действительно, подтвердить его. Извините, как поступаю я теперь? Как я должна поступить? Что мне делать теперь? Да, вот это он имеет в виду. Сейчас вы должны, вот он вежливо к ней обращается, а, да, форма глагола avere, а, ле, 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 вежливая. А бизонью ди, погары ламульта, заплатить штраф. Погары платить, ламульта, штраф. Медиспиачи. Мне жаль. Итак, глагол бизоньяры употребляется часто в форме третьего лица единственного числа, бизонья, и в таком случае обозначает нужно, необходимо, вообще, не кому-то конкретно. После бизонья перед инфинитивом глагола предлог не требуется. Бизонья манчары калькоза, бизонья лейджеры куэстолибро, бизонья конвалидары билетто. Конструкция вербизонья ди обозначает иметь необходимость сделать что-то, то есть практически то же самое, что и форма бизонья, но это уже не безличная конструкция. То есть необходимость сделать что-то относится к конкретному лицу или лицам. И после такой конструкции перед инфинитивом глагола требуется предлог ди. О бизонью ди манчары калькоза. Ай бизонью ди лейджеры куэстолибро. А бямо бизонью ди кимбраре и билетто. Но я надеюсь, что к концу урока более-менее стало понятно, в чем разница этих двух конструкций, как их использовать. На этом я с тобой прощаюсь. Надеюсь увидеть твой лайк под видео. Надеюсь, что ты подпишешься на мой канал, если ты еще не среди моих подписчиков. И прощаюсь до следующего урока. До скорого! А престо! Чао! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok